Встреча с месторождением Встреча с месторождением Встреча с месторождением В центральной части карьера мы видим уже немного другие породы Обеленные, доциты Собственно, рудовмещающая толща Которая залегает несколько рудных залежей Вот карьером отрабатывалась первая залежь Вторая и третья залежи И будет что ли отрабатываться четвертая залежь Самое интересное для науки на этом месторождении Что рудная залежь, вот сейчас которая отрабатывается Она залегает в базаль Вообще, так говоря, разрез Базаль триомитный, а рудная залежь залегает в базаль Особенность его, этого рудного тела Нет, состав грудь преобладает Но это нормально для месторождения Для рудных залежей, зарегающих в базаль Что является аномальным Аномальным является повышенное содержание золота Нехарактерно для месторождения базальтовой ассоциации И вот ученые, сотрудники судно-минерологии Изучили минерологию, изучили рудные факты Обнаружили на этом месторождении трубы черных курищиков Собрали образцы уникальной руденелой фауны Трубчатых червей И пришли к выводу, что это особый тип месторождений базальтовой ассоциации Месторождение связанное с преддуговыми бассейнами Поэтому оно очень богато золотом И отличается от обычных месторождений кипрского типа Которые тоже залегают в базаль Сегодня мы посмотрим центральную часть карьера Текстуры руд И вот я приведу некоторые доказательства Значит, что еще можно сказать о месторождении Это достаточно крупное месторождение Многочисленные линзы, около 2 миллионов тонн меди Здесь около 2% грудной залежи тоже меди И совершенно незначительное содержание цинка Что, собственно, характерно для месторождений базальтовой ассоциации И отличает это месторождение от типичных месторождений уральского типа На которых примерно равные содержания меди и цинка Мы находимся в центральной части карьеры юбилейного месторождения Здесь вскрыто рудное тело номер 2 Это богатая медно-колчеданная линза Представляющая собой сульфидный холм Разрушенный, конечно, в значительной степени Состоящий из фрагментов черных курильщиков оруденелой фауны И, собственно, черные курильщики даются повышенное содержание меди в этой рудной залежи Медь, то есть халькоперид, дает черный и желтый оттенок рудной залежи Над рудной залежи, то есть в лежачем боку Там, где работают экскаваторы, располагается базальтовая толща Рудное тело тоже перекрывается базальтами В этом его уникальность Я уже говорил, уникальность в том, что залеж очень богатым медью И золотом, и тигуридами, главное, одновременно Это отличает вот эту рудную залежь от других залежей, которые забегают в базальтах В том числе и на Урале, и в других частях, значит, в других толщебностных регионах мира Вот уникальный случай, ну, видите, вот такого же слова В тигуре Мы находимся на рудном складе юбилейного метно-колчетанного месторождения. Чем удобен рудный склад? Здесь препарированы все генетические типы руд. Вот в моей руке образец штокерковой зоны под рудной. Замечательный образец, красивый с перитом, с побежалостью и в базальте. Это фрагмент жилы перита в базальте. Бывают и халькоперитовые жилы и другие. Вот это первый генетический тип руд. Из него извлекают метно. Второй генетический тип руд – это черные курильщики. Это очень ценный тип руд. Как правило, массивный халькоперит в виде кокардовых структур. И очень легко извлекается из руды. Здесь он находится в сульфидной брекче. Это фрагмент черного курильщика. Даже два фрагмента. Сама брекча сложена в основном перитом. А вот промышленную ценность имеют черные курильщики. На этом месторождении, это, пожалуй, единственное месторождение, но, пожалуй, еще валенторское месторождение, где руды, сложенные фрагментами черных курильщиков, представляют собой промышленно-генетический тип. Сам черный курильщик – это особая рудная фация или генетический тип. Вот в этой глыбе представлено сочетание разных типов руд. Но интерес представляют вот эти пористые фрагменты тоже труб. Но эти трубы называются диффузерами или еще ульевидными постройками. Они мерсали на морском дне теплыми водами и не позволяли рассеиваться основному количеству рудного материала. Если мы находим на месторождении диффузеры, значит, месторождение будет крупным. Поскольку, если мы находим только трубки черных курильщиков, месторождение, как правило, не крупное, поскольку черные курильщики трубы рассеивают 95-90% рудного вещества в океаническую воду. А вот диффузеры – это спасатели как раз месторождения. Ну, а когда диффузеры и черные курильщики ломаются, превращаются в брекчи, эти руды, вообще говоря, так сказать, претерпевают новую жизнь, вновь обогащаются медью, вторичными минералами, вторичным халькотеритом гидрофермальным. И на флангах залежек они постепенно сменяются вот такими полощатыми рудами. Вот образец здесь видим. Значит, это руды, называются у нас, как генетический тип, субсидные турбидиты. Идет переслаивание нерудных прослоев, рудных прослоев. Иногда темные прослои представлены смесью нерудного материала из фалерита. А рудные прослои в них преобладает калькотеритовый материал. На морском дне они изменяются генетическими процессами. И в результате теряют обломочный облик и представляют собой полощатые руды. Вот для студентов для начала надо называть такие руды полощатыми. А потом студенты учатся ориентировать их в пространстве. Поскольку здесь нужно установить и доказать по асимметрии полос, что это слоистость. Руды, как правило, богаты цветными металлами. И в том числе здесь концентрируется золото. Так же, как в отдельных рубках черной курицы. В диффузерах, как правило, золото мало. И оно упорное. И здесь, как бы, вот эта проблема. Эти диффузеры поступают в основном хвосты предприятий. Хвостохранительские предприятия. Ну, а в целом, конечно, здесь вы видите на рудном складе два типа, собственно, главных типа руд. Массивные руды серно-колчеданные с включениями обломков черных куличков халькоперитов. И вкрапленные руды. Это руды митосоматиты подрудной части с прожилками халькоперита, перита и других минералов. Собственно, тоже их добавляют к массивным рудам, что способствует, так сказать, улучшению качества руд. Потому что слишком богатые руды тоже не очень хорошо. Руды должны быть иметь оптимальное содержание. Тогда излечение из рук меди, сынка и других компонентов будет оптимальным или максимальным. Поэтому биологи, они правильно делают это не нарушению технологий. Это специальное, так сказать, смешивание различных типов руд. Стилизистый. Шик realized, кэрпийка и тарелки. Б чувство и скольное уделие. Оставка добавляем. Стилизистый. Отель из кусты. Продолжение следует...